Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 317. События дня. Филиппийцам 1.22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Вот такой момент Павел не знал. Говорит, все знал, а этого не знал. То есть, что мне лучше, умереть или жить? За 24 октября 2016 года. И далее ролик. Неоднократно я его ставлю, чтобы всех ознакомить. Ну, зарядите. YouTube называется «Посвящается всем ушедшим из православной церкви». Это из моих выступлений где-то. Вот как она выглядит. Филиппийцам 1.29. Дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Кто это знает, кто ходит в церковь? Они вообще люди не знают. Почему Писания нет? К Писанию не привязано. Наисподи священник, я даже не знаю, спрашивает когда или нет, благовествует человек или нет. Он бесплодный. И все остальное будет обманом. Я прощаю, я благословляю. Феофан Затворник говорит, но Бог говорит, я не прощаю, не благословляю. И что будет там утверждено? Все время надо сравниваться с Священным Писанием. 1 Петра 4.13. Радуйтесь, да и въявление славы у вас, радуйтесь и восторжествуете. Радуйтесь в Боге, чтобы Бог благословил. Как проходит жизнь. Я пишу вчера Сергею Козлову вот такое сообщение. Только что разговаривал по скайпу с Николаем Скляренко из Австралии. И в конце разговора Николай попросил прощения у вас, что он когда-то с вами раз разговаривал и спорил зря. Неправильно поступил, и совесть его мучает. Он хочет быть вашим другом и впредь молчать. Так что я прошу, прости его, если что, и имейте на него. Он сам попросил меня походотайствовать. Сергей, парализованный, во славу Божию, город Воронеж, отвечает. Не имею ничего плохого. Я об этом ему отвечал. Он накрутил сам себе. Мнительно. Николай Скляренко сразу ему скинул, а то он отвечает. Спасибо, у меня рот не закрывался, стыдно и неудобно, дурак дураком. Спасибо за терпение. Вот видите, какая живая переписка бывает. Ну я как-то в моем мире или по скайпу день рождения такой-то справляет. И у меня к каждому вот такое слово. Дни рождения справлять не нужно. Поздравляет с днем рождения, как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга. Что вот год жизни, нарушая ли заповеди Божьи, грешили, ангел не обрезал нить жизни. Поздравлять тут вовсе не с чем. Как говорит святой Иоанн Златоус, праздновать дня рождения Ирода закончилась гибель величайшего пророка Иоанна Крестителя. Итак, дни рождения никогда не следует отмечать ни подарки делать, ни праздновать по-мирски. Подарки можно сделать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю, что сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому, причаститься, если есть возможность, сотворить милость кому-то, подать милостырю. День рождения напоминает нам о том, что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А там ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись с себя и возьми крест свой и следуй за мною. Вот первая ступень. Отвергнись с себя, растопщи свое «я». И вот обида, кто-то что-то сказал, подумали, не уважают. И человек мается всю жизнь этим, то есть не может стряхнуть себя этого мертвеца. Я умер для мира и мир для меня. Два мертвеца. Для меня мир мертвый, я для мира мертвый. Какой талант был, загубили. Вы сколько пользы могли бы сделать, это мне говорили партийные бонзы. Секретари горкомов партии в то время, с кем я встречался. Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Сераха 8, 39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Помни. Вот что нужно помнить. Если где-то не сходится с Сераха глава, берите на одну меньше. Потому что в интернетной версии там на одну цифру больше. Римлянам 13, 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, ежели когда мы уверовали. И потому желаю вам, у кого день рождения, проверить себя. Жить уже далее так, как требуется по Слову Божию после рождения свыше. Жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого. Ожидая грядущего Мессию Христа, Бога Истинного. И знать Его святую волю, исполняя ее. Ну и далее, даю данные свои. Заходите на сайт. Вот сейчас смотрите, запоминайте. В мой мир. Вот я прямо показываю, где в моем мире. Тут 18 916 наших фото. Наш аудиоархив, наш сайт ВКонтакте и форум. 1592 темы. Новое сообщение нужно нажать. Наш видеоканал, 5800 наших видеороликов. Вот где. Ну и дальше о детском лагере, наш форум. Вот один день рождения, я уже не... Просто скрываю. Потому что они другие обезумевшие. А они кидаются, как только узнают фамилию по интернету. Там можно найти. И начинают его заливать грязью. Они говорят, да что это такое? Да зачем? Ну и вот вижу, что знакомый человек по этому букву поставил. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, я чувствую, что именно эти слова моя душа желала услышать в сей день. День рождения. Так как прочитав их, я порадовался. Душа томилась от неверного понимания момента рождения. Себе я смог объяснить, а другим теперь тоже смогу благодаря вам. Храм я уже опоздал, а вот помолиться и поблагодарить Господа и Ангела-Хранителя сейчас непременно исполню. Еще раз благодарю за наставление. Преклоняю колено сердца моего перед вашей мудростью, дарованной вам Господом. И прошу ваших молитв в сей день за меня грешного и дочь мою Ангелину, чтобы вразумил ее Господь, так как она, будучи матерью двоих детей, оставила мужа своего и стала сожительствовать с другим. Вот видите, как люди открыто все пишут. Но я поэтому скрыл его. Тут интересно, я хотел сказать. Вот ставлю ролики. Я на Златоуста. Посещение, допустим, 10. Поставил про собаку 60. Ну, или окошки там тоже так же. А тут шершней мы выжигали. Шершней в дупле выжигаем огнем. Мы зарядить это. Ролик так называется. Это на плотине пруда. Не в лесу. Пожар невозможен. Канал во свете Библии, открытый мохом, Игнатий Лапкин. И что вы думаете? Такие споры идут. Я обычно не делаю такую, там, система такая есть где-то. Комментарии невозможные. Комментарии не делаются. Невозможно матеряться между собой. И вот это там ничего, только не говорят. Попросил Никиту, он нашел где нажать. И нажали, и нету. И 201 551 просмотр. На шмелях. Золотову стоит год, и 100 посещений не наберется. Понимаете? 1201. Вот такое состояние народа. Галина Врейска пишет. Новокузнецк. Я почему ее называю? Потому что она любому даст отпор. Так что даже можете выйти на нее, не другие. Получить оплюху себе. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Опечален обострением вашего плеча лопаточного переартроза. Осень, увы. Посмотрите точечный массаж плечевого сустава в интернете. Да и брат-брач Виктор поможет. Эх, была бы рядом, то без таблеток и шприца подлечила вас. Массируйте сами. Лопух ватрите в кожу сустава. А вот греть не надо. Триггеры ваши обострились. Это такие нервно-сосудистые пучки под кожей-то. Мануальный терапевт нужен. Не запускайте, прошу. Да и болезни сердца тоже на это плечо влияют. ЭКГ сделайте. Успокойте меня. Сделайте. Пожалейте меня. Мы врачи тоже от Бога. Пользуйтесь нами в меру. С любовью, сестра Галина. Я ей отвечаю. Я разрешил сделать втирание какой-то мази Виктору Андреевичу. Всего только один единственный раз. А от таблеток отказался, как всегда. И уже в эту ночь заснул. Теперь уже все полностью прошло. А отчего вдруг это повреждение 55-летней давности снова напомнило о себе? Охлаждение во время многочисленных поворотов руки, вытянутой вверх, когда я перерезал провод. А повреждение было в 60-м году, когда один из сотрудников органов выкручивал мне руки, а другой левую руку рванул вниз. Мне это не помешало работать на полную силу все эти полвека. Благодарю за заботу. Врачей не пренебрегаю. Пренебрегаю. Но говорю, что после 60-ти лет не нужно лезть под руку врачам. Пусть ремонтируют молодых. Вот это у меня такая установка. Ну и показать свои ресурсы. Вот мой мир. Я на него переношу все, которые новые ставлю. Сегодня я поставил 6 роликов. Вот тут беседа с Сергеем. А тут что? Событие дня. Попало, открылось, чтобы узко сидит. Ну и еще тут больница у Паина Соломоновна. С Сергеем Ильином говорили. Ильином. Вот. Ураган с собакой иду. Видите, это ворота тут прикрыли. И считает Игорь Третьяков, наш семинарист из Златоуста. Вот. Православный форум. Вот такой он. Во свете Библии. Еще у нас тут. Вот уже кто-то зашел сейчас. Вот это на наше. Сегодня что я прочитал сейчас. Вот уже все здесь. Сейчас посмотрю, сколько человек посетило. Посещения у нас свои. Так. С Сергеем беседа 26. А с собакой рядом 67. Так. У больницы 50-67 и события дня. Ну, еще скажу, что-то нравится. Златоусть 7. 7, а с собакой 67. Вот, пожалуйста. Показать просто наши ресурсы. Это мы записываем. Всяна одна зашла. И там я говорю о сне. Сон. Как человек спит. Эх, жалко нельзя пожаловаться в администрацию. То есть не начать жаловаться. Ну, я там говорю, что такое сон. От кого бывает. От Бога. От дьявола. От забот. Чего я заела это? Сколько надо спать? Ну, то есть материал такой вообще аполитичный. Нет. Пожаловаться надо. Она думает, сказала, отошла, ничего. Это у Бога все это вымерено. Спать надо меньше. Сон должен быть хороший, когда человек не злится. Ну, все как есть. Ну, ложечку меда съешь. Вот теперь еще у нас ресурс очень важный. Это православный библейский сайт. Я хотел бы опять же обратиться. Много ли в интернете, чтобы так называлось, православный библейский сайт? Я не выдумал ничего. Он именно библейский. Все говорят, это несовместимо. Ну, многие говорят, православие и Библия. Как это? Вот называется во свете Библии. Видите, сколько за один день. Допустим, открываю наш православный видеоканал. Тут у нас подписчиков 5171, просмотров 4216000. Что означает просмотров? Столько людей заходило? Или сколько-то страниц они перелистнули? Ну, не знаю. Вообще ничего не знаю. Но факт тот, что нас люди находят. Вот так. Если так взять, теперь по-домашнему. Я же никуда не выхожу и сижу дома. Поэтому сижу, ну, вот пенсионер, чем он должен заниматься? Я еще раз говорю. Найдите себе занятие. Не менее семи раз в день молиться. Вот мое оружие. Постоянно звонят. Звонят, помолиться. Вот вчера сколько было звонков. Помолитесь. Помолитесь. У меня там не так. Позвонил Батугину, Михаил с Тимошей, которые были. Там что-то. Ребенка-то суд присудил ему, Тимопея. Ну, его вызвали, это прокуратура, я не знаю, какая-то организация. И он говорит, помолитесь. Ну, я говорю, давай намолиться. Сколько-то время прошло, там часа два, он звонит. Все. Ушли. Там беседа была и очень хорошая. И Тимопей отвечал как взрослый. Ну, умный мальчик-то он. Видишь, как тогда беседовал, когда у нас прокуратура была и полиция. Милиция. И здесь точно так же. Москва. Видите как. Ну, я говорю, чтобы тебя Бог слышал, ты от всякой остальной ненужной. Где-то он знает, о чем я говорю. Да я уже знаю, это как, с чего. Ну, тут явно где-то что-то. Он не может бросить курить, помолиться надо. Я говорю, ну, теперь уже вы вышли оттуда, теперь снова на молитву. Теперь переходим на другую ступень. Там мы просили об умягчении сердец. А теперь в благодарение, что Бог услышал. И так, да, так. Ну, вот так. Все полное согласие. И по разным, по разным нуждам просят. Интересно, из такой дали, я гляжу, вот звонят из Италии. Мне считают, интересно, в Италию. Ехать надо в Италию. К папе римскому послушать. Вот такое дело. Ну, и все пока. Ну, что тут вечером пришла Надежда Васильевна у меня. Хоть что-то покажи. Ну, что тебе покажу. Не работает у ней интернет, что-то там. Ну, не знаю, что-то. Программиста никак там не направит-то. Ну, включил, как мы были у Фаины Соломонов. Фаины Королевой в больнице. Еврейка. Посещали ее. Какие наши хорошие отношения. Ну, а далее я уже включил. Всегда тут что у меня было такое. Это все под замками лежит. Где она не видела, я решил показать. Что у нас тут было-то собрание, занятие, события, автозапись. Вот. Настя, да. Ну, и другие, которые можно было, которые она не видела, не слышала. С Василием. Ну, вот, понравилось. Я беседовал с Василием из Киргизии. У него страхи божьи, боится умереть. Он нынче по Теряевке был. Я говорю, это хорошее, что ты заботишься, чтобы спастись. Думать надо о гиене. И прослушали, и все. Я говорю, вот так приходи всегда. Ни одного слова. Ты должна молчать. Жена учится без молвий. Учить жене не позволяю. Это надо чуть задел, только уже все недовольство. Ну, не тащи за собой этот труп ветхого человека. Ну, отбрось, кстати, у тебя другая жизнь будет-то. Я хотел приготовить что-то вам. Я сказал, не надо, мы сами все делаем. Уже сразу в позу становиться. Меня не признаете? Ну, зачем это? Я, у меня установка такая, лишний, никому нигде не надоедать. У тебя там работа какая-то, кто-то что-то говорит, звонит там. Зачем? Насильно. Не надо. Хочу убрать у вас. Не надо это, мы сами все приберем. Но я ни к кому не лезу. Почему на меня все лезут, я всегда удивляюсь. Вот работаем иногда на стройке. Здесь у нас в сарае строили. Ну, человек пять. Пять топоров, к меру сказать. Только отойду, прихожу, топора нету. Походил, никто не брал, нету. В другом конце двора. Работает человек, подошел. Сколько топоров, ничей не берет мой. Он что? Он самый хороший. Зачем же он хороший? Вот и везде так. Что бы я ни делал, на меня наползают. Мои слова перетолковывают разные. И в интернете, и везде. Вот, допустим, вот таких нападок, как у нас, столь длительная была осада, я думаю, не было. Посмотри, кошка еще делает. Глядя, она как припала. Это она под мышкой у костюма. Когда потеешь, и там, видимо, какие-то, ну, что-то сердечно. А кошка-то, почему-то не знаю, они с ума сходят от сердечных этих капель-то. И здесь она всегда лезет под мышку, даже костюм, который висит. Ну, я так наблюдаю и понимаю, видимо, там то же самое. Валерьяны, корень. Вот. Я как-то здесь корень валерьяны рассыпал. Кто-то там прислал, я не знаю, для чего. Ну, кошки с ума сошли в сарае. Валяются на этом месте. А там, я говорю, что они валяются, тут вот мяукают. А там, кажется, корешки эти попали. Сердечные какие. Ну, вот все у меня. За вчерашний день. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.